Всем добрый день! С вами Евгения. И сегодня мы поговорим о грунте для рассады. Ведь скоро наступит время для посевов. Что же нужно для успеха? Ну, во-первых, это качественные семена. Во-вторых, удобные емкости, правильное освещение и, конечно же, подходящий грунт. Кто-то готовит почвосмеси сам, но не у всех есть возможность, силы и желание заниматься этим самостоятельно. И тогда мы идем за грунтом в магазин. А там глаза разбегаются от обилия пакетов, брикетов, мешков, всех цветов и размеров. И на каждом надписи, обещающие небывалые урожаи. И что же выбрать? Давайте разбираться. В литературе, посвященной проблемам овощеводства, можно встретить немало рекомендаций по приготовлению субстрата для выращивания рассады. Их состав зависит от биологических характеристик культуры, периода ее возделывания и от имеющихся в наличии компонентов. Начать разговор о семенах следует с того, что они обладают запасами питательных веществ. Первое время не требуют плодородной почвы. В наибольшей степени они нуждаются в воде и воздухе. Чтобы использовать их в полной мере, грунт под рассаду должен быть прежде всего рыхлым, пористым, влагоемким, воздухо- и водопроницаемым. Тогда семена без проблем прорастут, выбросят семидоли и в отличном состоянии подойдут к пикировке. Важно! Не стоит использовать для посева семян сырую огородную почву, землю с участка, где росли капуста, картофель из цветочных клумб. Ввиду того, что первое неудовлетворительное по структуре. А в остальных случаях не исключено заражение вредителями, спорами грибов и патогенными микроорганизмами. Грунты для овощей отличаются по составу. В магазинах продаются универсальные, специальные и профессиональные грунты. Универсальный грунт содержит в себе основные питательные компоненты, которые подходят для всех растений. Специальный грунт различается по применяемой культуре. Для каждой культуры своя рыхлость почвы, количество питательных веществ и кислотность грунта. Профессиональные грунты на 80% состоят из верхового торфа. Выбор грунта нужно выполнять внимательно и ответственно, поэтому советую вам соблюдать следующие рекомендации. Перед покупкой определитесь, какой грунт вам выбрать, универсальный или специальный. Если вы начинающий садовод, то возьмите универсальный грунт, так как с ним легче обращаться. Смотрите на упаковку грунта. На ней должен быть химический состав и инструкция по использованию. Если же этого нет, то не покупайте такой грунт. В качественном грунте должно присутствовать не менее трех компонентов. Хорошие имеют в своем составе два вида торфа, песок, минеральные компоненты, разрыхлители, такие как перлит или вермикулит. Солидные производители всегда перечисляют состав, чтобы покупателю легче было подобрать необходимое. Немаловажное значение имеет кислотность. Почва для рассады в идеале должна иметь нейтральный ph от 5,8 до 7. Высокая или наоборот низкая кислотность ничего хорошего не дает. Растение может просто погибнуть. Показатель кислотности является важным при высаживании и развитии рассады. При покупке грунта стоит его внимательно рассмотреть. Некачественный субстрат может иметь неприятный запах, указывающий на задержку воды в течение длительного времени. Слишком много крупных волокон, семена сорняков, наличие плесени, наличие насекомых-вредителей. Соответственно, такой грунт не стоит покупать. Но если вы все же купили такой, то для начала нужно его просеять, чтобы убрать крупные волокна и семена сорняков. Далее, пролить субстрат фунгицидом и инсектицидом и оставить его на несколько дней, посмотреть, как ведет себя субстрат. Не образовывается ли сверху плесень или еще что-то. Ну а в худшем случае, вернее, его просто нужно выбросить и приобрести другой субстрат, не рискуя своими семенами. Далее, грунт для сеянцев можно сделать и самим. Для этого нужно выбрать торф верховой нейтрализованный. С PH от 5,5 до 7. Фракция от 0 до 10. Песок речной, мелкозернистый, промытый и обеззараженный. И добавить разрыхлитель. Это может быть агроперлит или вермикулит. По соотношению это получается 70% торфа, 20% перлита и 10% песка. Обязательно пролить субстрат фитоспорином или розовым раствором марганцовки для уничтожения возможных патогенов. На этапе пикировки сеянцы можно пересадить в более плодородный грунт. Универсальный грунт можно также сделать самим. Для этого потребуются 2 части торфа, 2 части компоста и 2 части перлита. Все эти ингредиенты можно купить в садовых магазинах. Подведем итоги. Каждый садовод знает, что обилие урожая зависит от качества рассадного материала и правильной стратегии ухода за растениями в течение сезона. Хороший и качественный грунт – залог получения здоровой и подготовленной к теплице или открытому грунту рассады. А на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю вам удачи в выборе и подготовке почвосмеси к сезону. До новых встреч!